приветствую всех на канале уютный тюремок рукоделия с вами даша решила я попробовать создавать куколок и так как мне очень понравилось создавать из фоамирана я решила попробовать сделать куклу из фоамирана конечно здесь из фоамирана далеко не все но тем не менее покажу вам сегодня как сделать вот такую снежную красавицу из простых материалов без использования швейной машинки начнем для начала похвастаюсь вот такой красавец у меня теперь появился новенький клеевой пистолет мой еще рабочий но мне не очень нравится то что носик у него коротковат и мне хотелось по длине и вот я нашла пистолет у которого носик примерно на пол сантиметра длиннее а еще немного уже это тоже плюс при этом этот пистолет гораздо мощнее если у того синего 20 ватт мощности то этого аж 40 в руке он лежит более устойчиво стоимость такого пистолета 540 рублей покупала я его в магазине для рукоделия очень я довольна им очень мне он нравится ну а теперь расскажу как делать куколку я взяла плотный фоамиран толщиной 2 миллиметра белого цвета белый брать не обязательно здесь вы уже можете ориентироваться под цвет платье куклы я взяла белый так как платье у моей куклы будет белое беру тот же фоамиран и делаю донышко для такого конуса высота конуса 17 с половиной сантиметров внизу диаметр донышко 7 сантиметров но здесь это уже полностью на ваш вкус какую вы хотите по высоте куколку какую вы хотите чтобы объем у нее был может быть если вам нравятся более пышные платья более массивные такие то нужно тогда и больше брать конус взяла вот такую ткань это больше подкладочная ткань стоит она совсем недорого осталась она у меня еще с давних времен когда я делала казну для своей собственной свадьбы и я этой тканью обтягивала казну вот так и лежит беру разглаживаю эту ткань утюгом затем все края прохожусь клеевым пистолетом загибаю чтобы ничего не осыпалось все было аккуратно также можно и подшить все края если вам такой метод нравится больше теперь собираю ткань на иголку и приклеиваю к конусу надеваю на конус и приклеиваю займемся туловищем отрезаю полоску фоамирана того же самого беленького длиной 13 сантиметров а высоту я сделала два сантиметра сейчас на данный момент 3 но позже я обрежу обклеиваю получившийся бочонок будущего туловища той же самой тканью все хорошенько приклеиваю чтобы нигде ничего не торчало затем склеиваю две детали вместе и у нас уже получается часть нашей куколки останется сделать только ручки шею и голову для того чтобы заклеить края использую палочку можно использовать любые другие подручные средства мои пальцы конечно уже более-менее привыкли к горячему клею но не хочется их обжигать лично лишний раз вот так решила украсить такой тесемкой но забегаю вперед потом мне эту тесемку пришлось от 3 оторвать потому что нужно было приклеить другую ткань для украшения платья решила также украсить этой же тесемкой и не из платья получилось очень красиво далее буду использовать блестящую ткань но ее можно заменить вот такой парчовой лентой она также продается в магазине для рукоделия а у меня это блестящая ткань это от настольной лампы абажур был обклеен такой красивой блестящей ткани к сожалению абажур сломался но ткань осталась целенькая я ее сняла и вот долгое время она ждала своего часа мне показалось что сюда она будет просто идеально подходить такая легкая невесомая блестящая очень красиво вырезаю такие треугольные лепесточки точно также собираю ткань на нитку и приклеиваю еще раз повторюсь если хотите такое же точно платье чко как у меня то такую ткань можно заменить парчовой лентой которая продается в магазинах для рукоделия дальше решила использовать вот такую красивую ленту это из магазина fix price она очень такая тоже воздушная невесомая со звездочками вырезаю такие же треугольные лепесточки склеиваю вверху чтобы они были кучку и подклеиваю к платью получается такое многоярусное платье красивая с разными элементами мне очень нравится самое главное что платье не нужно кроить и не нужно шить на машинке потому что не у каждого есть машинка не каждый может скроить я хоть и работала и закроющей камышей но тем не менее тоже не очень люблю к тому же как говорил мой преподаватель в институте хороший инженер это ленивый инженер будем ленивыми инженерами а если вы умеете и кроить и шить и вам доставляет это удовольствие то конечно здесь вы можете сделать сшить скроить полностью платье чко и она будет уникальным таким каким заходят заходите вы теперь приступаю к рукавам ну или полностью ручка вырезаю две вот такие детальки вырезала их абсолютно на глаз подходящими по размеру к моей будущей кукле форма очень интересная вверху они шире и закругленные к низу уже ее прямой угол точно также все на клей все склеиваем аккуратненько не обожгитесь ручки набиваю синтепоном чтобы появился объем и форма все хорошенько расправляю вторую руку делаю точно таким же способом и приклеиваю их место стыка в дальнейшем видно не будет поэтому за это не переживайте приступим к самому ответственному голова у меня вот такой небольшой пенопластовый шарик 4 сантиметра и фоамиран телесного цвета я взяла зефирный потому что у него более хорошие свойства для обтягивания именно какой-то формы можно взять и обычный но он будет более грубой я нагреваю на утюге и хорошенько прикладываю к шарику натягиваю также у шарика есть ободочек скажем так полоска по серединке вот по этой полоске я и проклеиваю фоамиран чтобы он хорошо держался стараюсь аккуратненько натянуть чтобы не было складок качестве подставок кстати использовала карандаши из магазина фикс прайс в такой железненькой втулке теперь на утюге все хорошенько прогреваю подтягиваю чтобы не было заломок и исчезли все складки также поступаю и со второй стороной получилось у меня конечно все не с первого раза я два раза переделывала потому что первый раз нагрела фоамиран а там оказалась маленькая дырочка и уже естественно не подойдет второй раз тоже нагрела и немного порвала но вот с третьего раза все хорошо получилось я довольна делаем шейку таким же способом что и туловище высота здесь сантиметр но позже я ее сделаю короче поэтому где-то пол сантиметра сделаю еще красоту для рукавчиков такие разлетайки моя бабушка в детстве так говорила на такие рукавчики разлетайки смотрится очень красиво закроются все стыки и ничего не будет видно аккуратненько приклеиваю ну вот уже смотрится лучше теперь приклеиваю к шее точно такую же серебристую ткань для того чтобы не было видно стыков и хорошо теперь приклеиваю к основанию приклеиваю голову остается самая ответственная волосы и мордашка приклеиваю волосы из шерсти для валяния это остатки от бороды гномиков сначала приклеила челочку затем сделаю две косички это же их приклею вообще хотелось сделать из пряжи из коричневой почему-то в моей голове коричневая пряжа смотрелось очень красиво к сожалению у меня такой не оказалось в магазин попасть я не смогла ну и в порыве творчества уж куда им не идти поэтому вспомнила за эту самую шерсть для валяния показалось мне что это отличная идея и я ею воспользовалась и получилась у меня то ли принцесса то ли ангел то ли снегурочка а может быть вообще дайнерис буря рожденная а как кажется вам ну продолжим приклеиваю обе косички конечно постаралась чтобы они получились одинаковыми и по длине и по плотности решила я еще сделать такую шапочку долго думала что можно сделать связать можно лишить или просто так из чего-то склеить а потом мою светлую голову пришла идея почему бы сразу прям на голове не сделать шапочку из такой пушистой шерсти эта шерсть у меня осталась еще с прошлого года я делала несколько подделок с помощью этой шерсти например был месяц или елочки остался у меня совсем небольшой ее моточек и я подумала очень здорово будет смотреться такая прям объемная красивая шапочка на видео не так заметно в жизни шерсть отличается гораздо сильнее от волос и по текстуре и по цвету приклеивать очень легко конечно клей не очень хорошо дружит с шерстью для валяния потому что постоянно шерсть поднимается к верху но тем не менее приклеить сложности большой не составило просто по спирали по кругу вот так вот приклеиваю обязательно нужно следить за тем чтобы не было проплешен как хорошо richtенько это и и и Где мне не нравится, немного обрезаю и навожу марафет. Украшаю. На днях купила большую красивую ветку вот таких заснеженных ягод. Очень она красиво смотрится и решила, что раз уж у меня принцесса или моя снегурочка в таких белых серых цветах, даже больше в белых и серебристых, я использую такие ягодки. Смотрятся они очень красиво. Приклеиваю на шапочку и дам еще ей в ручки. Ну а сначала нарисую глазки. Сначала нарисовала обычной гелевой ручкой, затем перманентным маркером. Также карандашом. У меня очень мягкие классные карандашики из того же магазина FixPrice. Я его слегка намочила и нарисовала ротик. Затем я сотру влажной салфеткой рот, но очертания и цвет немного останутся. И мне так очень нравится. Также решила карандашиком нарисовать их щечки. Вы можете использовать, например, тени. Тоже будет очень здорово. При помощи белой акриловой краски делаю блики на глазках. Ну, почти что живая. Очень мне нравится ее мордашка. Такая милая. Так как ладошки я делать не буду, я решила в руки дать ей тоже белую веточку. Поэтому подклеиваю хорошенько руки, чтобы они держались согнутыми в локтях. И дам ей веточку. Потом еще к веточке решила добавить небольшие зеленые листики. К сожалению, это не заснялось. У меня кончилась память на телефоне. Но я позже покажу. Уже готовый результат. И там были маленькие листочки зелененькие. Мне показалось так оттеняет и более красиво. Здесь я решила, что одна из ручек какая-то больно пухлая. Немного избавилась от лишнего синтепона. Сгибаю их при помощи клея. Приклеиваю и жду. Приклеиваю ветку. Добавляю еще ягодок, чтобы она была более пушистая и объемная. Также на косичках завязала маленькие-маленькие бантики из той же серебристой ткани. Вот она, моя красавица, готова уже. Вот такие маленькие симпатичные листочки я добавила в ветки. Вот моя красавица и готова. Долго я ею любовалась и радовалась тому, что у меня получилось. Просто из самых обычных материалов раз и вышла кукла. Долго думала, делать ли из нее ангелочка, добавлять ли крылья. Но почему-то решила, что так мне нравится больше. Хотя это не точно. И возможно потом я ей их добавлю. А как кажется вам, лучше будет с крыльями или без? Пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не попростить мои новые новогодние видео. До новых встреч в следующих видео. Пока!